Трудные места Писания Гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов во воскресенье, вошли во Святой Град и явились многим. Кто эти люди? Почему они воскресли? Почему воскресли именно они? Я вот сразу скажу, я не знаю. Более того, у нас нет в библейском тексте никаких подсказок об этих людях. И вообще было бы очень интересно узнать, они воскресли, и долго ли они после этого жили? То есть они вот воскресли, появились, чтобы что-то людям важное сообщить, и опять исчезли? Или они воскресли и пришли в свои семьи, в которых они были раньше, в свои дома, и прожили еще лет по 10, 15, 20, кому как повезло? Вот не словом, интересно же понять, да? А как на них отреагировали все остальные? А почему этого чуда как-то никто как бы и не заметил? А может быть, это было явление, которое было таким очень локальным, да? То есть кто-то вот увидел своего умершего близкого человека, и тот ему сообщил что-то важное, и опять исчез. Но смотрите, и гроба отверзлись, то есть это не просто видение во сне или как-то еще, а вот на кладбище стало видно, что нету этих людей в их могилах. То есть очень странный текст, и то, что Матфея это упоминает так мимоходом, прямо удивляет меня. Но, вы знаете, действительно бывает так, что у нас нету данных о каких-то вещах, и просто мы не можем про это ничего разумительного ответить. Но мы можем понять, почему это в тексте упомянуто. Смотрите, что сопровождает смерть Христа в Евангелии от Матфея? Землетрясение. И в храме разрывается завеса, отделяющая святой и святых от остальной части храма. Это символ непереходимой границы, преграды. И только первосвященник, только один раз в год во время особого ритуала, на День умилостивления, Йом-Кипур, входит за эту завесу. И тут она разрывается, и вот это вот тайное помещение внутри храма становится доступным. Кстати, и Марк об этом упоминает, и говорит о римском сотнике, который называет Иисуса Сыном Божьим. И Сын Божий в его устах, конечно, не очень понятно, что, потому что он, вероятно, язычник, и у него много богов. Ну и смотрите, вот Матфей выбирает то, что понятное иудеям, потому что именно к ним он обращается. У нас есть пророчество из Икииля. Так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь. Это Иезекииль 37, глава 12, стих 12-13. Можно сказать, что это такое пророчество. Но мне кажется, здесь еще очень важно разрушение границ. Завеса в храме, граница между священным и менее священным. Гробы и смерть, граница между миром живых и миром мертвых. И смерть Христа переворачивает вот это все. И, по сути дела, она как в разодранной завесе позволяет человеку войти туда, куда у него прежде не было доступа, так и здесь она позволяет человеку вернуться оттуда, откуда прежде не было возврата. И больше Матфей не сообщает ничего. Не знаю, почему Марк и Лука об этом умолчали. Скорее всего, они об этом ничего не знали. Может быть, потому что сочли не совсем достоверным этот рассказ, неполным. Такое ощущение, что и Матфей знает об этом лишь как-то косвенно. Но мне кажется, что здесь на самом деле ясно связывается вот эта смерть Христа с пророчествами Ветхого Завета и ясно связывается с тем, что победа над смертью – это не только его победа. Или, точнее сказать, это его победа не только для себя самого, но и для всего человечества. И вот это некоторый намек на это всеобщее воскресенье. А кто были эти люди? Кому они явились? Как они после этого жили? Или они вернулись каким-то образом в этот мир мертвых? Или что-то еще с ними произошло? Мы просто этого не знаем. Но, может быть, нам и все надо знать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok